друзья всем привет всех с новым годом сегодня моя вторая рыбалка в этом году решил сегодня вам показать реально вот как происходит рыбалка на москва риг потому что обычно но очень много пролетных рыбалки поэтому выкладываешь иногда там фотки с рыбой кажется что рыбы много легко все вот целый день буду лазить несколько участков планирую посетить и покажу вам что бывает и пролетная рыбалки может быть она еще не будет пролета сегодня на мне кажется такие выезды рискованные потому что ловить сегодня буду жереха пытаться искать несколько участков посещу вообще уже первую рыбу этого года я поймал вот покажу вам смотрите судачка какого и 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 есть вот она первая рыба 21 года зачетный обычно не поймали так вот так вот на выбери спасибо попробую выдрочить довольно бодренько такая пока но это было первого числа 1 января сегодня уже 3 сегодня у меня вторая рыбалка в этом году время 10 часов приехал на первый участок посмотрим что здесь изменилось здесь в том году не помню было или нет но жереха ловил каждый год все заново все меняется какие-то приемки за иливаются поэтому надо каждый год все участки заново проверять смещается жерех да и вообще он может просто не плевать ну то есть точно знаю что он здесь есть но сегодня не его день сегодня посещу несколько участков может на каком-нибудь его найду но в любом случае даже если сегодня еще не поймаю будете смотреть а то думаете что так легко все ладно давайте начнем ловить так друзья вот первый участок будет делать первый заброс сегодняшней рыбалки но как я говорил очень сильно изменился то здесь был приемок часа вы просто нет здесь за или нас здесь прям но конкретный приемок был и сейчас по ощущениям если привязка была к этому приемку делаешь проводку приманка джиг сваливается приемок и происходит поклевка сейчас просто вряд ли здесь что-то будет но здесь перспективно еще блесной покидать пройти здесь миляк и в конце миляка там стоит бель всегда стояла но я обычно джиг не брался да сейчас джигом хочу пощупать что там за бель там мелко довольно таки мягко но при этом стоит бель и течение ощущается ну то есть не типичное место обычный бель прием это вот на таком милите с течением стоит посмотрим интересно будет ли она сейчас стоять посмотрим что изменилось с прошлых зим с прошлых рыбалок погнали так время один с тридцать полтора часа отловил на этом участке болст полный изменился участок до неузнаваемости измельчал заилился перспективные участки где уже их стоял там при ямочке эти все измельчали совсем 6 грамм даже ступеньки нет джиг ведешь кидающий под 45 и вообще острый угол вниз по течение кидаешь паузы вообще нет но мелко для жериха мелковато глубины побольше много нужно здесь совсем мелко прошелся метров 100 здесь и покидала где бель стояла посмотрел участки сейчас вообще ничего не короче этой зимой больше не поеду сейчас поеду на следующий участок посмотрим что там но он похожего плана то есть думаю уровень воды сейчас такой что там тоже мелковато будет ну посмотрим быстрее хотя там идти далеко да и сюда тоже через поле идти ветер поднялся стало дискомфортно ловить действуем по плану сейчас следующий участок а потом еще один погнали так друзья приехал на второй участок сейчас я проехал всю толпу но смотрите тут просто раз два три 4 5 6 7 8 человек на той стороне на этой стороне раза три 4 5 6 7 я вижу здесь поворот идет не видно и там три лодки три лодки зимой в январе яма такая популярная подъезда есть с двух сторон но я не ожидал что сколько народу представляешь что сейчас творится в щелково караул но на жире рыба такая что в мои места не пересекаются с теми кто ловит на ямах пойду в другую сторону проверю смотрите друзья пока иду вспомнил что вот когда идешь если у кого-то есть такой опыт научил вот здесь скользкий берег опять подскользнул палку лучше держать в левой руке страны воды что я падаешь падаешь на правый бок но это ноги вниз соскальзывает и всегда падаешь на правый бок если здесь парк это можно и сломать поэтому ну я думаю многие у кого опыт есть такой те тему знает очень держать надо палку в левой руке чтобы не сломать это у меня уже прям машинальный дух толку в левой руке держи ну когда вода с левой стороны наоборот ладно начнем здесь есть панель есть а а сошел первый контакт за сегодня я не ожидал если отвлекся насчет проводки неожиданно задумал все участок надо менять первый контакт небольшой судя по всему подержал буквально секунду касс мастер 10 половиной грамм до этого на 14 раз облегчился поставил 10 половина принципе дальний забросов что здесь по 14 практически одинаково проводку можно такую более медленно делать обидно обидно что первый контакт и гнева смотри чьи следы видно короче цапля то есть для нас нормально то что здесь полно на москва реке они не улетают их кормят в этом году еще полно таких нырков черно-белых уток который ныряет вот сейчас я цаплю видел с того берега улетела мороз снег и вот следы и сама цапля здесь было чем она питается непонятно лягушек не найти я думаю есть есть я уже думаю все надо переезжать уже практически к вашему все последний участок остался уже пахнет пролетом рыбалочкой вот поклевка хороший хороший уже на таком расширение замедленном течении ай красавец ай красавец грязь такая спустишься не хочется есть друзья смотрите блин закроточил глубоко заглотил не жабры не не повреждены если аккуратно достану реманку космастер πο his что нам нужно спокойно не пахнет подые от никого нас мы и мы вот куски рыбы какой-то вроде не глубоко ну да жабры не повреждены кровь такая не жаберная поэтому я буду на спокойно уже вот их сделан другом перевернется все нормально хоть и коротко но думаю выживет есть второй на этом же участке все я уже ну опять прокидал есть участок туда-сюда сходил у меня же еще третий запланирован участок время остается совсем мало ну и все идут машине сейчас точно вот опять все это уже второго участка покрывка и практически рядом с тем где первого пойму это поменьше конечно тоже прикольно заходы такой стандартная блесины на блесны такие клюют вот это вообще не пострадал блесна снаружи тройненько все на ту же блесну даже не менял ничего не знаю друзья переезжает на третий участок время уже около трех часов сейчас в запасе всего короче время три часа уже не успевая на третье место решил здесь доловить вот был получается у меня здесь и поклевка была потом поймал и вот сейчас еще одного поймал 10 минут назад и время вот три часа пока перееду довольно далеко до третьего места короче доловлю здесь в принципе понятно что первый участок вообще нулевой если здесь вот целый день лазите то вот здесь ну довольно протяженный участок второй на котором я поймал но рабочая часть метров 100 то есть если бы я в следующий раз поехал чисто за жерехом я приехал сюда и вот эти 100 метров целый день ходил бы блесны перебирал ну такая подача блесны очень очень медленная проводка на снос кидаются немного буквально градусов на 10 upstream чуть даешь заглубиться и прям течением несет медленно подкручиваешь чиркает дно постоянно на такую проводку он клюет ладно сейчас часик часик доловим еще расскажу как сегодня день прошел ну что моментально час прошел заканчиваю ловлю уже четыре часа начинает темнеть снег пошел с вами сегодня все видели весь вот такой рыболовный день так что трудовой я бы сказал два участка сегодня много ходил на сколько сегодня прошел один абсолютно пустой вообще вычеркну в этом году посещать его больше не буду последующий ну то есть совсем затянуло совсем неинтересно стало второй вот неплохой участок присутствует еще раз поеду на жереха возможно на целый день сюда приеду буду его пробивать как следует думаю целый день если ходить то можно пока